Иван, приветствую вас на очередном видео. Совместно анализируем мы рынки, делимся теми возможностями, которые нам кажутся сейчас актуальными. Друзья, рассказываем вам, как сейчас можно действовать на рынках. Рынки не то чтобы интересны, все-таки по мере приближения выборов в США можно было бы увидеть и более интенсивную динамику. Есть то, что есть. Напомню, что мы с Иваном, скажем так, боремся за призовой фонд 500 долларов в систему сервис копитрейдинга компании Амаркетс. У нас осталось два эфира сегодня и, соответственно, пятничный, после чего мы подведем результаты по общей доходности. Иван, я традиционно передаю вам слово, тогда рассказывайте, что интересного вы нашли в моменте. Напомню, что результаты прошлых сделок фиксируются прямо, если они не закрылись по тейк-профитам и стоп-лоссам на момент текущего эфира. Это 12.04 по времени АТК. Так, демонстрацию уже видно. Всем здравствуйте. Вот сегодня, значит, открываю позиции, две позиции по шарту золота и серебру. Ну, объясню чисто технически, потому что начался тренд. Мы не удержали там в золоте все-таки 2000, и я считаю, вот эти все ситуации фундаментальные будут снижать металлы. Ну, вот, то есть две позиции, как видим, серебро и золото. То есть, и также вот сегодня буду рассматривать шарты S&P 500, потому что перед выборами думаю, что можно еще на индексах заработать. В принципе, вот и все. Две позиции, открытые две позиции по золоту и серебру в шарте. Так, я вас понял. Хорошо. Что касается моих торговых рекомендаций, ну, поскольку я… Можете отключать уже демонстрацию. Интересные у вас уровни тейк-профита и стоп-лосса, Иван? Ну, я так, как сказать, на перспективу, конечно, поставил золото, но… Ну, хорошо. Ладно. Давайте тогда уступите мне место, я тоже перейду к демонстрации. Сейчас, секундочку. А, вот. Мои демонстрации. Отлично. Так. Что касается моих торговых идей, то они приурочены сегодня к фундаментальному фону текущей торговой сессии. Сегодня, напомню, событий немного, но одно из самых важных – это заседание Банка Канады. Оно состоится в 17.00 по московскому времени, поэтому, друзья, я предлагаю сделку с L-лимит с уровнем 1.3250. При этом тейк-профит можно будет поставить поближе к уровню 1.30. Это тоже сделка с потенциалом того, что будет отыгрываться довольно продолжительное время. Но я, опять же, если кто-то следит за моим аналитическим творчеством, уверен, что отметка 1.30 все-таки будет достигнута. Что касается стоп-лосса, то его можно подвинуть на отметку 1.3310. Ставка на укрепление канадца прежде всего обусловлена тем, что сегодня я с большой долей вероятности ожидаю пересмотра в лучшую сторону прогноза экономического роста по канадской экономике. И, опять же, если на фоне ситуации с второй волной ковида Банк Канады прокомментирует готовность к дополнительным мерам экономического стимулирования, я думаю, что эта риторика тоже может сыграть на руку покупателям канадца, потому что чем больше денег будет выделяться сейчас экономике, тем больше шансов у нее все-таки избежать какого-то глубокого падения. То есть тут здесь очевидный позитив. По еще одному фактору поддержки – это рынок нефти. Сейчас у нас бренд топчется в районе 40 долларов за баррель, 40.31. Сегодня, кстати, выйдет еще отчет по запасам нефти США. Через 30 минут, кстати, после заседания Банка Канады, в 17.30 по московскому времени. И в случае снижения запасов у котировок нефти будет возможность все-таки отбиться повыше. При росте цен на нефти пара доллар-канадий сможет получить дополнительное ускорение вниз. И довольно актуальный сейчас инструмент – это инструмент рынка криптовалют – биткоин. Сейчас, секундочку. Сейчас локально мы видим прошедший тест сопротивления 13.830 долларов. Отмечу, что эта планка довольно крутая. Последний раз на таком высоком уровне мы были аж в июне. То есть жаль, что у нас не было возможности чуть пораньше выйти в эфир. Потому что я был абсолютно уверен, что коснись мы этой отметки, прежде чем пойдем выше, будет все-таки еще и локальный поход вниз. В принципе, это и произошло. Я предлагаю локально также продолжать шартить биткоин. Потому что прежде чем мы уйдем повыше, должна восстановиться корреляция с американским фондовым рынком. То есть сейчас фондовый рынок из-за ситуации с ковидом не растет. Должны прийти решения о новых мерах экономического стимулирования. Потому что, опять же, эти решения должны помочь американской экономике. А без них не будет риска инфляции, не будет причин страховаться биткоин. Короче, здесь в приоритете только лишь локальная коррекция с целью движения ниже отметки 12 тысяч. Думаю, что ситуация с биткоином может даже реализоваться гораздо быстрее и красивее, чем та же самая идея с канадским долларом. Иван, большое вам спасибо сегодня за то, что нашли время подключиться к эфиру. Вам, безусловно, удачи. Следующий эфир у нас пройдет с вами в пятницу. Как и всегда, будем делиться самым интересным в плане возможностей и рассказывать вам, друзья, о всех наблюдениях. Всем пока! До свидания!